Аркам ТВ представляет. Религия вашего отца. Часть 4. Ибрахим, мир ему, был одним из самых умных людей из когда-либо живших на этой земле. Прежде чем продолжить изучение данного отрывка, мы должны кое-что понять. В этом отрывке говорится о том, что сначала он посмотрел на звезды, затем на Луну, а потом на Солнце, заявляя, что они должно быть и есть Его Божества. Вероятнее всего, вам преподносили версию о том, что он на самом деле считал своим Богом сначала звезду, затем Луну и Солнце. Дальше речь шла о том, что утром, когда звезды исчезали, он осознавал, что не может поклоняться тому, что исчезает. То же самое касалось и Луны. К утру он осознавал, что не может поклоняться ей. И то же самое произошло после захода Солнца. Он не может поклоняться тому, что закатывается. Но ведь он же и так знал, что Луна, звезды и Солнце скроются с небосвода, поскольку человек знакомится с явлениями смены дня и ночи еще с самого раннего детства. В тот вечер это не было каким-то открытием. Вот это да! Солнце скрылось! Что же мне теперь делать? В этом нет ничего гениального, не так ли? Однако здесь он пытался показать, продемонстрировать людям всю нелепость веры в то, что творения обладают некой божественной силой. Сам он в это не верил и пытался показать это людям. Это был особый способ донесения доводов, дарованный Ибрагиму Мирьему. Можно даже сказать, что это было сарказмом высшей степени. И это был не единственный случай, когда Ибрагим Мирьему прибегал к сарказму. Позже он разбил всех идолов, и когда люди стали расспрашивать его, он обвинил во всем самого большого из идолов. Его спросили «Это ты сделал?» Он ответил «Спросите самого главного из них». Конечно же, он говорил все это не всерьез. Он лишь хотел показать людям всю нелепость их веры. Они испрашивали защиты у идолов, которые не смогли защитить даже самих себя. А что касается главного идола, который был очевидцем этих событий, то даже у него невозможно было ничего спросить и узнать о том, что же на самом деле произошло. Подобное ранее не совершал ни один пророк из живших до него. Этот метод был дарован исключительно Ибрагиму Мирьему, в отличие от всех остальных пророков. Такой метод призыва может показаться довольно жестким. Но в нем была своя мудрость. Именно на это я и хотел обратить ваше внимание. «Когда ночь покрыла его своим мраком, он увидел звезду». Речь идет о Юпитере или о полярной звезде, которая светит ярче остальных. Он сказал «Вот, мой Господь». Примечательно, что слова «гадзарабби» – это муптада и хабар. «Гадзар» – это указательное местоимение, означающее «вот это», а «рабби» – это хабар. Студенты, изучающие арабский язык, понимают, о чем речь. Но он не сказал «аль-кау-кабу-рабби». «Это звезда, мой Господь». Он это не говорил. Он сказал «вот, мой Господь». Слово «вот» можно отнести к кому или к чему угодно. В арабском языке данный прием называется «таурия», когда одно и то же выражение может иметь различные значения. Ваш слушатель будет думать, что вы говорите одно, однако вы будете иметь в виду нечто другое. Приведу вам пример. Человек спрятался под столом. К вам подошел полицейский и спрашивает «Вы видели этого человека? Вы не видели, как этот человек пробегал здесь?» Нет, не видел. И, по сути, это правда. Вы же не видели, как он пробегал мимо вас. Вы видели, как он спрятался под столом. То есть, формально вы сказали правду. «Таурия» напоминает игру слов. Я же пытаюсь донести следующее. Когда Ибрагимир ему говорил «Ада Рабби», люди, которые слушали его, думали, что речь идет о звезде. «Вот мой Господь». Однако в его словах не было многобожия. «Не являются словами многобожия, так как они могут относиться к Аллаху». В них также может подразумеваться «Аль-Мусаббиб» – создатель причин. К примеру, люди принесли на ифтар различные блюда. Одну из них приготовила ваша мать, и вы знаете, что это ее еда и ее тарелка. И говорите «Вот это моя мама». Но это не ваша мать, это ее тарелка. Что вы имеете в виду? Что это блюдо вашей мамы? Мы с вами часто говорим так. К примеру, когда речь идет о дизайнерах. Или, например, об Илоне Маске. Когда проезжает Тесла, люди говорят «Вот это Илон Маск». Но это не Илон Маск, это автомобиль. Вы имеете в виду, что это продукт Илона Маска. Люди очень часто связывают некоторые вещи с их производителями, изобретателями, с их происхождением. Это довольно распространенный речевой оборот. Восхищенный взгляд на Луну и слова «Вот мой Господь» могут означать «Вот творение моего Господа». Но язычники, которые не понимали всего этого, не могли осознать глубины Его слов. Они думали, что Ибрахим мир ему, видимо, считает своим Богом, своим Господом, звезду. «Фаламма афала». Кстати, он не сказал «Вот мой Бог», а сказал «Вот мой Господь». Слово «раб» означает очень сильную связь. И называя кого-то словом «Господь», «раб», вы тем самым становитесь его «абдом», «рабом». Своими словами он утверждал не просто веру в некую сверхъестественную силу. Он заявлял, что у него должна быть взаимосвязь с этой силой, с Всемогущим Творцом, что он будет рабом этого Господина. «Фаламма афал». Когда же она закатилась, скрылась с утреннего небосвода. Он сказал «Я не люблю тех, кто закатывается». Вместо слов «Я не поклоняюсь», он сказал «Я не люблю». То есть отношение к тому, кого он ищет, и к тому, кому он будет поклоняться, основано в первую очередь не на страхе, а на любви. Перед нашим уроком я говорил детям о том, что в суре Аль-Фатиха Аллах Аззаваджаль, сразу же после упоминания слова «раб» говорит. «Ар-Рахман, ар-Рахим». «Аль-Хамду лилляхи, Раббил ааламин, ар-Рахман, ар-Рахим». Сразу же после этих слов между его именами «ар-Раб» и «ар-Рахман, ар-Рахим» есть прямая связь. Имена «ар-Рахман» и «ар-Рахим» означают, что он проявляет к нам необъятную, невообразимую, непрерывную любовь и милость. Тот, кто проявляет к вам такую любовь, того в ответ любите и вы. Друзья, которые находятся рядом с вами, в самые трудные моменты становятся для вас самыми дорогими. Ваши родители, родные и близкие, супруга, дети и друзья, когда они любят вас, ваша любовь к ним тоже увеличивается. Это взаимный процесс. Если вы осознаете, что Аллах, ар-Рахман и ар-Рахим, тогда вы почувствуете переполняющее вас чувство любви к своему Господу. Это одна из ключевых составляющих наших взаимоотношений с Аллахом, которая отражается в словах, «Когда он увидел восходящую луну, он сказал «вот мой Господь». И снова слово «хаза» может относиться напрямую к Аллаху. «Когда же она закатилась, он сказал «если мой Господь не наставит меня на прямой путь, то я стану одним из заблудших людей». Он говорил это вслух в надежде, что люди, которые услышат его, поймут. Он считает себя заблудшим только из-за того, что считает звезду и луну своими богами? Получается, что мы являемся из числа заблудших людей? Ибрахим пытался вдохновить их задуматься о том, о чем он сам размышлял. Почему вы об этом не думали? Вы что, настолько заняты повседневными хлопотами, что даже никогда не задумывались над этим? Вы думаете, что люди просто-напросто глупы? Разве они поклоняются солнцу и луне просто по невежеству? Люди очень умные творения. Все люди. Неважно, будь то язычники или атеисты. Среди выдающихся ученых есть индуисты, атеисты и буддисты, причем приверженные своим вероучениям. Нельзя сказать, что многобожники глупые и необразованные. Дело в том, что они просто не задумываются над этим. Они думают о других вещах. Человек может очень хорошо разбираться в одних вопросах и в то же время совершенно ничего не понимать в других. Такое случается. Подобное может сочетаться в одном человеке. Кто-то, к примеру, может проводить сложнейшие операции на легких и в то же время быть заядлым курильщиком. Он забывает о несовместимости этих двух сторон. Человек может быть высококлассным адвокатом, способным разнести в пух и прах доводы обвинения в суде. Но в то же время быть не в состоянии промолвить и слово перед матерью, которая манипулирует им. Когда он надевает костюм и направляется в зал суда, его не остановить, и ему нет равных. Но в других случаях он ведет себя как беспомощный котенок. При определенных обстоятельствах он даже не может четко формулировать свою мысль. В человеке может быть такая дихотомия и противоречие. Ибрахим Мирьим увидел людей, которые, быть может, были успешными торговцами и правителями. Они были умными. Но когда дело касалось их религии и поклонения, они просто не задумывались об этом и делали то же самое, что и их предки. Именно об этой сфере своей жизни они просто не задумывались и отключали свой разум. А он пытался заставить их задуматься. Почему бы вам не поразмыслить? Вы так много размышляете над тем, как вести домашнее хозяйство и обеспечивать свою семью, над тем, где вы будете жить и какое будете получать образование. Все эти мысли отбирают у вас так много сил и энергии. То есть вы думаете о своих планах на ближайший год, пять и десять лет, но полностью упускаете из виду цель своей жизни. Вы ведь знаете, что умные люди строят долгосрочные планы и думают наперед. Ибрахим Мирьиму думал о том, что будет после этой жизни, и обучал этому других. Он сказал, «Если я не найду своего Господа, то окажусь из числа заблудших людей». «Когда он увидел восходящее солнце, «Вот мой Господь, оно больше других». В этом аяте довольно примечательно то, что слово «хаза» не относится в буквальном смысле к слову «солнце», а служит в качестве таурья, так как в арабском языке слово «солнце» женского рода. Поэтому, говоря о солнце, следовало бы сказать, вместо «хаза раби». Ибрахим говорил об Аллахе, но указывал на солнце, чтобы другие люди подумали, что речь идет о солнце. «Хаза раби, хаза акбар». Мы с вами часто говорим «Аллаху акбар», более велик. Ибрахим же сказал «Вот мой Господь, Он акбар», то есть, больше других. «Когда же оно зашло, Он сказал, «Послушайте, вот теперь мы подошли к самой сути». Мы подошли к самой сути разговора. Ибрахим сказал «О мой народ, я не причастен к тому, что вы приобщаете все эти творения в сотоварище к истинному Творцу». К слову, должен сказать вам, что пару десятков лет назад, после Иракской войны, велись определенные раскопки на территории Ирака. Археологи пытались найти останки древнего города Урр, который, согласно библейской традиции, считался городом, в котором родился и вырос Ибрахим Мирьему. Но в Библии не говорится о том, что его народ поклонялся лудне, солнцу и звездам. Об этом говорится в Коране. Но об этом нет ни слова в Библии. В Библии упоминается лишь то, что они поклонялись различным богам, и что у них было много идолов. Это все, что нам известно из Библии. Но в Коране отмечается, что в том обществе было три верховных божества. Люди поклонялись звезде, луне и солнцу. Итак, эти раскопки велись пару десятков лет назад, и в результате там был найден город, предположительно древний город Ур, в котором обнаружили множество идолов. Город был заполнен идолами от маленьких миниатюрных статуэток до средних, больших и статуй размером с человеческий рост. При этом было три самых больших идола, размером с человеческий рост, или даже больше. Три идола, три статуи. На одной из них была надета корона с изображением солнца, на другой – луны, а на третьей – звезды. Что интересно, об этом не упоминается в Библии, но на это указывает Коран. Аллаху ведомо лучше. Но, может быть, именно поэтому Ибрахим выбрал из всех многочисленных идолов троих самых значимых и сказал… … Эти слова просто поразительны. Прошу вас, обратите на них внимание. Он сказал… «Поистине, я обратил свой лик к тому, кто сотворил небеса и землю, будучи ханифом, всецело». Что интересно, он не сказал «уваджиху» – «я обращаю свой лик». Он сказал «я обратил свой лик в прошедшем времени». То есть, к тому времени он уже был единобожником и поклонялся одному лишь Аллаху. «Я обратил свой лик к тому, кто сотворил небеса и землю». Эти события разворачивались в ранние годы жизни Ибрахима, мир ему, еще до строительства Каабы, верно? Но обратите внимание на слова, исходящие из его уст. «Я обратил свой лик к тому, кто сотворил небеса и землю». И что в ответ даровал ему Аллах? Он даровал ему возможность возвести дом на земле, благодаря которому миллиону людей по всему миру смогут обратить свой лик к своему Господу. Субханаллах! Он говорил о том, что обратил свой лик к своему Господу, и Аллах даровал ему образец, по которому поклонение осуществляется одному Аллаху. «И я не из числа многобожников». Здесь частица «ма» указывает на отказ. То есть, «нет, я ни в коей мере не являюсь многобожником». То есть, «ни дня я не был подобен вам». «Я никогда не был таким, как вы». В других аятах Корана говорится, «он никогда не был в числе многобожников». Это очень сильная форма отрицания. Он никогда не был в их числе. Поэтому нельзя думать, что Ибрахим Мирьему какое-то время совершал ширк, а потом пришел к единобожию. Нет, он с самого начала был на таухиде, подобно посланнику Аллаха, который родился и вырос в языческом обществе. Вокруг него был ширк, но он сам никогда его не совершал. Он с самого начала был единобожником, поклонявшимся одному Богу. Его история очень похожа на историю Ибрахима Мирьему. Далее мы узнаем о том, как ответил его народ на слова Ибрахима. Ведь его слова очень задели их. Иншаллах, на следующем уроке я расскажу вам о той удивительной мудрости, которую Аллах даровал Ибрахиму Мирьему и которая актуальна и по сей день. Она способна достучаться до сердец всех людей, не только мусульман, но и всех остальных людей. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами!